здравствуйте друзья добрый вечер можете себе представить что сейчас 11 часов 12 минут среда вечера вечера и я выполз можно сказать с урока а вел я ну про поиск работы у меня есть занятие такой вечерней группе хорошая кстати группа очень симпатичные ребята мне понравились молодцы обычно у нас вечерники знаете они так устают и как бы сказать они послабеет технические так вот у них меньше времени на занятия но вот эти молодцы так вот между делом там у нас зашел разговор о том кто имеет какое разрешение на работе на работу и что рекрутеры спрашивают как надо отвечать на этот счет выяснилось что там было у меня пять девочек в классе и из индии и вот все они вот на этом самом h4 и айди как бы наших с этими проблемами там не было не все с гринкартами но вот пять индус чем тоже хорошие девки такие знаете классные вот мне очень понравились они и вот так слово за слово и я говорю что вот там я объясняю суть проблемы хотя они принципе в курсе но там другим объясняю и вот говорю что президент трамп готовил такой президентский указ у нас называется executive order и вот мол там должны были забрать разрешение на работу у х4 и айди и виза и л2 значит и вдруг мне одна из них говорит вы знаете что говорит решение будет принято через полгода уже там что-то такое опубликовали на этот счет и так между делом ну а я не слышал я же слежу я давайте не то что вот там а я я реально слежу но что-то не было ничего и перед тем как вот сесть машину я пошел порылся и таки нашел нашел было сделано втихаря то есть как бы сказать новостишка как там вообще никак не прошла вот если например утечка этого президентского указа была нашумевший и так все обсуждали что такое кричали и так далее то здесь просто тихо просто тихо я уже там посмотрел здесь посмотрел и погуглил но вот как бы нет нифига но в итоге нашлось оказывается в понедельник сегодня среда по нашему таскать вот в понедельник два дня назад администрация попросила department of justice у нас такой да то есть департаментом частиц обратился в федеральный апелляционный суд в котором рассматривается значит протест против той меры которую принял обама разрешив работать с супругом вот тех кто на визе один супругом значит был было судебное решение которое как бы признавала что обама прав и потом это попало в апелляционный федеральный суд и вот сейчас там должно было бы как-то это все рассматриваться но я как раз на днях говорил что нынешний генеральный прокурор значит но нет я неправильно я прикровать начальник этого department of justice я извиняюсь вот он должен был бы как бы защищать государство которое принял то есть обамовскую политику хотя сам он категорически против против вообще всякой эмиграции но в понедельник они по-тихому значит department of justice отправил маляву такую и попросил на 180 дней отложить рассмотрение федеральным судом отложить на 180 дней то есть грубо говоря следующие 180 дней суд не прекратит ну как то вот вот этого право на работу то есть судебном порядке это будет сделано не будет сделано но это в частности говорит о том что тот президентский указ который хотели принять чтобы это все забрать тоже пока не будет его то есть теперь понятно его судьба и им нужно 180 дней чтобы принять решение о том забирать у них разрешение на работу или не забирать то есть видимо там как-то закулисно происходит большое давление во первых со стороны конечно айтишных компаний потому что все таки семья понимаете трудно жить на одну зарплату особенно в таких местах как скажем кремниевая долина ну просто правда трудно и если вы хотите привлекать хорошие кадры хорошие силы по рабочим визам вы должны дать им возможность жить нормально поэтому чё же так отнимать короче мы не знаем откуда давление кроме того тут еще знаете что помимо кремниевой долины как бы и давление отсюда больших предприятий есть еще как бы здравый смысл некоторые у нас безработица среди людей с высшим образованием она просто смехотворная то есть не то чтобы вот эти вот там девочки индийские у кого-то рабочее место отняли ну то есть настолько это неправда вот но посмотрим но во всяком случае была непонятна судьба вот этого экзекьютив ордера то есть уже там в январе они говорили что вот сейчас вот завтра вот завтра и и не было завтра уже там три с лишним месяца прошло внутри месяца прошло и вот наконец мы поняли какова судьба откладывается на полгода и это как бы уже официально понятно и при том что без фанфар абсолютно без фанфар так втихаря вот так тихонько тихонько вот ну ну наверное мне очень удобно говорить что вы подготовили экзекьютив ордера потом поняли что он неправильный может быть им не хочется на эту тему лишний раз они и так тут напортачили уже довольно много это довольно много кстати сегодня выражается уже в очень солидных потерях рейтинга вот этой поддержки президента трампа и не только президента и республиканская партия в целом теряет значит вот эти пойды сегодня как раз были опубликованы результаты такие что за месяц там упала на 10 процентов сорока четырех там вот поддержка надо 34 и что снижается уровень поддержки администрации среди тех кто голосовал за республиканцев там существенно понизился процент там типа с 90 там до 74 вот так я по памяти и там с 88 до 74 упала поддержка среди белых мужчин она была довольно существенно среди белых мужчин упала заметно и пошло и поехало и в общем как то так но я не знаю насколько это связано я так со стороны смотрю может сказать спекулятивно рассуждаю но может быть им не хотелось лишний раз показывать что какие-то их меры там оказались непродуманными они теперь как-то изменили это все и тогда так что посмотрим поглядим но тихонько знаете так тихонько тихонько я честно говорят этой тишине удивился потому что когда утечка была в течение нескольких дней вот просто во всех средствах массовой информации таких серьезных ведущих всюду было и фокс был и cnn был и там блумберг был ну вот и в я не знаю там даже иностранные там не знаю там немецкая волна там bbc то есть все все обычно значит что-то там такое высказывать а сейчас так тихо тихо еще 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 и погуглишь не найдешь так вот как-то так вне самых вне самых популярных и массовых изданиях вот просто такая информация значит я как так вот на дыбу по случаю вам с вами делюсь в общем такая вот история конечно с точки зрения прекращения бардака было бы правильно чтобы они как-то издали какой-нибудь указ или сказали бы мы не будем все остается как есть или они сказали бы мы издали и там у этих забрали тем дали ну там еще что-то потому что вот эта подвешенность они все время все подвешивают вот подвесили тут подвесили там и вот уже мы три месяца были подвешены тем что глядишь час указ опубликуют а теперь мы еще шесть месяцев будем подвешены чего будет через шесть месяцев мы поглядим вот такая интересная история я думаю что в значительной степени это будет зависеть от популистской значимости вот этой меры то есть я думаю так что люди еще раз мое мнение я не навязываю как бы не настаиваю люди которые как бы но на уровне таких зомби в истерике бьются анти иммиграционные и такой и сякой вот этот контингент как бы хардкор такой трамповский там twitter аккаунт его те кто кому он обращается через twitter значит они радостно будут вопить о том что как хорошо что вот иностранцев там и тем более они какие-то и не белые в общем-то вот надо у них поотнимать но получается так что он как как бы среди этих уже теряются да то есть конечно вот эта аудитория как немножко усыхает у него вот и на одних только вот сильно зомбированных или сильно отмороженных далеко не уедешь надо как-то расширять наверное базу то поэтому я я думаю что чисто политически и спекулятивно они уже тогда оценят может быть через полгода как им правильнее поступить то есть я думаю что они просто не готовы сейчас сказать насколько это ему будет ну просто вот ему лично да как президенту может быть и республиканской партии в целом как партии там и так далее на самом деле у технологических компаний очень много денег но просто страшно много денег поэтому они могут профинансировать много чего так что ночью не знаю посмотрим вот вот мне кажется что эта тема стала какой-то разменной монеткой такой которая так подвесил и дальше туда или сюда жалко конечно жалко потому что вот кремниевую долину это задевает очень сильно и айти технологии задевает очень сильно поэтому не знаю даже что сказать в общем такая история ребята счастлива